потому что в шесть утра и в шесть вечера делаю трансляции сейчас с вечерних и утренних молитв вот и буду спешить сразу после занятий сегодня туда вот а в шесть утра кто имеет возможность подключайтесь сегодняшний эфир он там на ю тубе на канале сразу сохраняется все автоматически тем более что сегодня как утром я там некоторые откровения делился такие очень революционные очень важные такие ладно друзья братья сестры дамы и господа вот сегодняшний день у нас такой получился информационный вот именно о ранней церкви древней церкви и о остановился я на таком сложном периоде смешания христианство с физическим которое происходило вот начиная с 5 столетия особенно активно и я таки да расскажу все таки эту историю значит епифаний кипрский приз напоминаем сегодня то есть часто вспоминаем так вот когда он помните да он уничтожил изображение христа большое первое изображение которое было известно сделано документально потом и ему же принадлежит интересный диспут с африканцами которые смущали киприотов греков этих вот такими мыслями такими идеями что вот мол молиться можно не только там во имя иисуса да вот не только иисус посредник ходатай между богом и человеками как вот писание говорит нам новый завет открывает нам а что мол и мама его и апостолы и возможно и другие товарищи они являются посредниками тоже как бы к богу ходатами вот и в доказательство свое своей правоты они как бы с чем с чем смущали своим религиозным мистическим опытом кому-то виделся сон кому-то видение кому-то там сновидение кому-то на счетом прямо умерший явился вот и так вот на этом разговоре диспуте таком епифания кипрский он сказал этим гостям с африки следующее что ее марию должно уважать ну там перевели как почитать ну хорошо даже почитать но дальше он говорит следующее что но никто не должен молиться к ней он был убежден епифаний что христиане должны принципиально держаться правила молиться только лишь богу значит и он утверждал епифаний что лишь один посредник ходатай к богу это сам иисус христос праведник и это как бы известный факт так вот и епифаний кипрский когда вопрос задали тому же самому кураеву когда вопрос задавали о нем некоторым другим значит историком и лектором что как же быть вот со святым официально святой он не только в католической но и православной традиции он официально святой я в москве там на кропоткинской специально даже переходе там много этих ларьков было начинка раз церковных там храма христа спасителя как идти вот я спрашивала вот есть епифания кипрского вас изображение пожалуйста и медальончик и и кулончик и побольше и плакатом таким и в рамочке а почему потому что помогает вот как бы от нечистой силы всякой от порчи там значит и прочее насчет но такой даже профиль ему так и придумали знаете ужасно конечно все это но вот этим монашечкам которые продавали образа им даже и не вдомек и это понял из разговора там вскользь я коснулся стал сильно смущать их религиозные чувства но как бы насчет скользко общавшись они конечно немного так были удивлены мягко говоря что я молюсь только лишь богу вот значит но они сектант ли я как бы сразу хотя и в рязи с крестом но как бы как один там в ижевске в удмуртии говорил батюшка крест наш ряса наша а ты не наш казачок засланный как-то еще там назвал меня там обвинял меня во всех грехах даже в развале советского союза и у него была своя логика притом во всем это вообще так интересно ну ладно значит короче агент мирового империализма да значит и и и знаете что интересно значит да вот продают епифании образа а сам епифания это уничтожил изображение и больше того он даже ему в страшном сне не снилось что люди будут ему молиться самому как бы взывать его имя призывать молиться через него как бы бог обращаться вообще это религиозное извращение это многобожие это действительно очень страшный обман сатаны который до сих пор существует и в христианстве сплошь и рядом к сожалению вот насчет и потому что большинство христиан если в купе в целом взять это католики и православные протестанты если брать объединить католиков православных вместе то это доминанта огромная вот насчет и получается большая часть христиан на земле так или иначе многобожники во франции я был на одной конференции в лиле а там были католики харизматики священнослужители один из них был как ну там я французский вообще ничего кроме мадам мессию жусь манспаси журу да значит вот а значит там братья тоже у них с французским проблема но кое-как переводили вот из того что я услышал я понял что да вот он был простым там кюре там священником начали где-то под парижем значит там а потом значит на этих вот таких харизматичных таких этих собраниях католических он значит во многим во многих вещах там покаялся и у себя в костюре он там значит там такие тесты это понял ну как бы проводил опросы можно так сказать вот значит кому молиться рейтинг святых и иисус христос у него там в приходе был на очень низком вообще его рейтинг был в основном там марии там другие святые там даже тараза калькутская это была более популярна на приходе вот значит и он стал там проповедовать как начало христе и его добился того что рейтинг в этом рейтинге святых после там каких-то месяцев опросов значит иисус был на первом месте как бы на счета но потом его осенило что иисус не только первый он же последний насчет все вообще вот это есть реформация реформация это по сути то что он говорил как раз александр мень правда он не стала реформатор в таком широком смысле слова но он был сторонником такой осторожной эволюционной реформации вот как один там высказывался человек об этом что вот это похож на того англичанина сердобольного который не захотел свои собачки сразу хвост рубить а по сантиметру резал в день но на самом деле есть вещи сразу отрезать есть сразу и вот вопрос вот многобожие это то что нужно сразу решить пока вопрос не решишь бесполезно каким бы то ни было бы прогрессивным харизматичным активным для меня тест 1 молишься ли кому-то еще кроме бога вообще если молишься кому-то еще у тебя проблема вот это очень серьезная проблема и именно проблеме бог называет однозначно это блуд это многобожие это многобожие это то из-за чего был и первый храм пал разрушен был так или иначе и проблема второго храма эпохи истории второго храма но особенно истории первого храма однозначно эта история как раз многобожие в израиле вот и но как произошло все в городе эфесе в 431 году собирался собор но это давайте я расскажу такую историю малоизвестную историю правда в том что на самом деле было два собора летом 431 года два собора и как все было было объявлено представьте официально что будет вселенский собор католический вселенский собор а это значило означало как вот по регламенту первого второго собора собирались все представители всех патриархатов ну пять было центров христианства в то время рим тот самый древний рим константинополь потом антиохия антиохия потом иерусалим и александрия вот этих пять центров это как пять патриархатов пять пап и как бы вот даже был догмат о пяти патриархов то время считала что вот пять вот этих центров должны быть религиозно христианстве это рим еще раз напоминаю даже кстати запомните интересно запишите пригодится рим константинополь ну новый рим его называли еще тогда до константинополь потом антиохия антиохия там где наших братьев с вами стали называть христианами впервые вот потом иерусалим собственно ну как сам бог видел там колыбель христианство и александрия столица как бы сердца африки христианской тогда шли вот значит и вот этих пять патриархов должны присутствовать или их представители если сам лидер не в состоянии был физически быть вот и так вот должны были с каждого вот этого патриархата как бы да насчет этой юрисдикции как бы этой этого мега объединение мега быть определенно должны быть богословы какие-то священнослужители спикеры представлены по регламенту они должны бы все должны были высказаться по разному роду вопросам официальным поводом для собора для созыва собора были споры о природе христа ну глупые споры абсолютно яйца выйденного не стоит для гулливера были смешными споры значит о том бить яйцо с острого конца или с тупого но эти споры тогдашние они были еще смешнее чем даже для гулливера вот эти лилипуты потому что пытались невозможное божеское измерить человеческим пытались человеческой мудростью и философией выразить невыразимое вообще но это абсурд но официально ради этого был оглашен созыв собора это официально вывеска за вывеской скрывалась гораздо более страшная вещь шла речь по сути не просто о природах христа что в нем больше в процентном отношении там божеского человеческого и прочее 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 на самом-то деле шла речь о том быть или не быть многобожий христианстве по сути уже назрел вопрос в богословских школах но пять патриархатов мы записали да но три основных школы так или иначе три школы богословский было в этих патриархатах были представители этих разных школ первая школа это ну самые старые из них это александрийская александрийская африканская школа это школа еще начинал в третьем веке некто понтен и и и в общем-то она христианская честно говоря с большой натяжкой это мистическое богословие больше частью гностицизм и антисемитизм школа александрийская школа аллегории школа мистики школа не буквально в объяснении писания а аллегорического объяснение писания мистического и антисемитского объяснения писания ярко выраженного антисемитцев до до никола и ты это чуть раньше ересь по мнению отцов церкви это ересь начал никто николай но опять таки это чисто с потолка взятая информация на самом деле ссылки ведут в никуда на самом деле нет ни одного исторического факта существования подобной ереси тем более что иисус одни и говорит очень в жесткой форме такой поэтому я склоняюсь к тому что действительно объяснение находится в самом слове богослово особенно баптистки от библии с коуфилда в комментариях очень хорошо это объясняет я как бы ссылаю вас туда отсылаю значит это слово николаитство в оригинале из двух греческих слов никао лаос буквально давлею или побеждаю или господствую над простым народом вот и николаитство судя по тексту книги откровения апокалипсиса имеется ввиду разделение в христианском братстве на жрецов как бы пастырей служителей как бы да как вип значит да христианство и простой рабочий христианский пролетарский состав значит на как бы вот священство и элиту в христианстве цезарь пописку опять таки и вот на простой народ буквально давлею или побеждаю простой народ тем более что к этому склоняюсь я почему потому что иисус обращаясь в церкви он говорит кто их церкви да древний он говорит что он не ненавидит это учение он ненавидит это учение то есть это это не просто он по не одобряет а он именно ненавидит это учение и действительно что может господь ненавидеть вот так вот именно я думаю что именно как раз вот это разделение потому что на самом деле мы все братья мы Мы все братья и сестры. И никто никогда, ни папа римский, ни патриарх какой, ни пастор, ни кто еще, ни старейшина, не может быть вот в такой позиции, как бы за место Христа или затмить собой Христа. Христос, да, Он наш брат старший, мы все братья и сестры. Он нас называет таким образом. И николаистство, на мой взгляд, это как раз именно я со Скоуфилом полностью в этом плане согласен, с другими толкователями. И также из православных это вот издание библии, толковой библии Лопухина. Лопухин тоже самое толковое, толкует как раз таким образом. Вот и, так, стоп. Александрийская школа, африканская, мистическая, антисемитская школа. Африканская, мистическая, мистическая, антисемитская. Да, и антисемитская, потому что гностицизм это всегда антисемитизм. Гностицизм, вам говорили, да, я немного тоже упоминал тогда еще в экклезиологии теме. Так вот, гностицизм, он всегда учил, что вот есть как бы высшие эоны и низшие эоны. Вот Бог в их понимании, верховный Бог, он создатель духовных миров. Земной мир, вещественный мир, низший, по мнению гностиков, создавался как бы, значит, бесами или Богом снисходя, как бы, значит, там и прочее, прочее. Бог Ветхого Завета всегда раздражал гностиков, и поэтому их, при всех их разногласиях, объединял антисемитизм. Они считали евреев, значит, проклятым народом, и их Бога называли дьяволом, значит, Иегову. То есть, как бы, агностицизм, он очень жестко отрицал все еврейское, ненавидел все еврейское. И поэтому монашество в 4-м веке, в 5-м веке впитало в себя вот эти гностические идеи, значит, и также многие другие идеи, очень даже страшные идеи. Ну, это тема отдельных даже исследований. Кстати, Михаил Постнов очень хорошо это разобрал в другой своей книге. Я называл Михаила Постнова «Историю христианской церкви», а есть у него другая книга с таким длинным названием «Христианство, агностицизм 2-го и 3-го столетия и победа христианской церкви над ним». Вот такое название этой работы. Вот там Михаил Постнов об этом очень подробно говорит. Очень интересные вещи. Он православный историк, но я удивился, что для православного это очень прогрессивно, традиционного православного, притом, человека, признавать такие факты. О тех же самых карпократианах он как раз вот разбирает, вот я вспомнил того самого карпократа, философа, который себя Христом назвал «Воплощение вечного логоста» и прочий бред. Как назвали книги? Вот я назвал выше «Гностицизм 2-го и 3-го столетия и победа христианской церкви над ним». Но по сути к концу своей книги название он опровергает, сам же Михаил Постнов, потому что он вынужденно признает не победу христианской церкви над ним, а смешание христианства с гностицизмом. То есть по сути не было победы как таковой тогда, хотя в названии было задекларировано подобное. Но потом Александрийская школа, потом Иерусалимская школа, она такая средняя была, частично библейская, частично гноститическая в то время. И ярко выраженная библейская антиохийская школа, знаменитая вот эта даже Лютерова, помните, сова скриптура, да? Или допустим Библия объясняет саму Библию, да? Значит эти выражения задолго до 16-го столетия, еще в конце 4-го, начало 5-го столетия антиохийская школа богословия также провозглашала. Как бы и антиохийцы, поэтому держались принципиально вот того, кстати, отголосок того старого еврейского вирования, когда говорилось рабинами старыми о многоликой Торе, о разных системах толкования Торы, Писания. Но при всем при этом утверждала, что есть первое буквальное понимание и значение, которое нельзя терять. Разбирая другие значения слова, да, нельзя терять из виду первое буквальное понимание Торописания. И вот, на мой взгляд, это очень было справедливо, и держались антиохийцы вот такой ярко выраженной библейской позиции. Вот, конфликт был неизбежен, и ни на первом, ни на втором соборе конфликта такого не наблюдалось. Он грянул на третьем соборе. Конфликт этих школ. Потому что мистическая школа, Александрийская, она допускала спиритизм, общение с умершими, мистический опыт, общение с ангелами, который, на их взгляд, мог дать новое откровение, новое понимание, гораздо широкие, нежели то, что было открыто в Писаниях. И плюс еще, ну, достаточно даже вспомнить там Макария Египетского, Пахомия Великого, Антония Великого, ну, первопроходца вообще. Ну, про Антония мало что в этом отношении известно, но про его учеников больше известно. Это все отцы добротолюбия. При всем уважении к добротолюбию, там много хороших, интересных моментов, но очень много гадости, очень много мистического такого мракобесия, богословия мистического, которые просто-напросто уводят людей от спасения, уводят людей от Христа, уводят людей от Евангелия. Вот, приводят просто в тупик. Монахи, переняв тогдашний, уже христианский как бы монахи, переняв опыт гностиков, десятилетиями не мылись, значит, и считали это самоубийство, плоти свои, самоумершление, плоти считали добродетелью, якобы Богом, Богу угодной добродетелю даже. Проживали в пещерах, значит, и вели образ жизни такой весьма неряшливый и непорядочный. Вот, значит, считая это Богу угодным делом, значит, общались с умершими душами, с ангелами, значит, в житии Макария Египетского, официальное издание Московского Патриархата, с добрый десяток примеров его общения с умершими людьми. Это четвертое столетие, обращаю ваше внимание, значит, и это мистический опыт, он откровенно демонический, он откровенно антихристианский опыт, но самое страшное, что он до сих пор выдается за христианский опыт, до сих пор пытаются его выдать за христианство, этот опыт. Вот, так вот, и хотя Библия, Бог Библии строго-настрого наказал нам, что остерегаться не только самим не вызывать умерших, не только самим не иметь контакта с умершими, но даже не обращаться к вызывателям, то есть к посредникам, которые могли бы этим, ну, как бы хитрость определенная, вроде я сам как бы не вопрошаю мертвых, но вот есть люди, которые этим занимаются, я к ним просто обращаюсь к посредникам. Нельзя, потому что духовный мир можно открыть, ну, не с той стороны, просто-напросто. Апостол Павел предупреждал первых верующих, он говорил, что я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Наше общение не с бесами, наше общение должно быть с Духом Святым, наше общение с Духом Божьим. Вот, и конфликт неизбежно назревал, представители патриархатов должны были собраться летом 431 года. Дальше было как в романе каком-то детективном. Значит, африканцы приехали раньше всех, не дождавшись никого, они даже и не ждали никого, они приехали 22 июня 431 года и провели сами заседания. Представитель императора официально выразил протест формальный, но он никого этот протест не взволновал даже, потому что у этих африканцев во главе с вот этим аферистом, значит, Кириллом, патриархом Александрийским, был преступный сговор уже с императором, что дальнейшие события показали, что это так оно и было. Значит, Кирилл, этот аферист религиозный, даже неверующие историки в шоке от его поведения и биографии вообще, шел, ну, карьерист и аферист религиозный, пройдоха такой. К сожалению, до сих пор на официально святой в православной католической церкви, до сих пор, вот, человек, который поступил очень недостойно. Наперекор всем регламентам 22 июня, только прибыв вместе со своей африканской делегацией, взяв делегацию гораздо больше, чем для массовки, гораздо больше, чем это надо было, необходимо было, он самостоятельно провел собор. Правда, местный митрополит Мемнон Эфесский его поддержал и был тоже в этом соборе. Собор 22 июня просто-напросто шокировал. Легко запомнить, это как раз, когда фашистская Германия напала на коммунистический Советский Союз. Значит, вчерашние друзья стали извлечены врагами, значит, вот такая история. Значит, и вот именно 22 июня 431 года вот разразилась вот такая беда. Выступавшие делегаты африканские, ну и местный Мемнон, митрополит, выразили следующее, что христианам, мол, не только можно, но даже и нужно молиться разного рода посредникам. Что слишком упрощенным христианство, уже 400 лет тогда было христианство, слишком упрощенным, по их мнению, являлось христианство. Что мы уже выросли из этого, что один Христос это хорошо, но он же Бог, в нем божеское. И куда, ну так, я утрирую специально, упрощенно вам, для понимания говорю, там более мягко, но имелось в виду именно вот по сути это, что все-таки Мария, мама его, она плоть от плоти человека. Значит, апостолы, они люди, это не Боговоплощение, они больше понимают вот простого человека. Вот, и их молитвы, их ходатайства сегодня более актуальны, чем даже Иисуса. Иисус, он как бы в целом за всех, а это вот непосредственно, как бы вот по определенным нуждам. И они сослались на свой мистический опыт, явление ангелов в пустыне, явление самой Марии, якобы. А самое для меня сногсшибающее, кстати, на русском языке, обращаю ваше внимание, уже больше тысячи лет христианство православное здесь, до сих пор нет на русском языке издания материалов Третьего Вселенского Собора. Почему? Угадайте с первого раза. Не выгодно. Конечно. Издание на русском языке просто станет крахом всей религиозной системы здесь. Потому что, если нормальный, адекватный человек прочтет на понятном ему языке то, что говорилось на Третьем Соборе, он скажет, он будет плеваться, скажет, да вы что, и это Вселенский Собор, и это Дух Святой, да вы что. Что, как бы, даже маломальский знакомый с Библией человек скажет, это невозможно, это вообще-то совсем другая религия, по сути. Это рождалась другая религия, совершенно отличающаяся от всего того, что было в христианстве первых четыре столетия. Для меня был шок, как для священнослужителей. Знаете, я молился к Богородице много. Я скажу, что для меня это был шок, наверное, вдвойне даже. Потому что, и как для христианина православного, и как для священнослужителей. Потому что я еще, как священник, я должен, ну, я же других вовлекал в этот культ, по сути. Когда в 96-м году через призму Слова Божьего все трансформировалось, менялось, я просто хватался за голову. Понимаете ли, не знаю, как я сейчас бы повел себя, постарше будучи, но тогда, слава Богу, что тогда все это произошло. Вот эти вопросы поставлены были передо мной, стояли передо мной. Потому что, получается, молясь там, там, Пресвятая Богородица, спаси нас, там, или там, моли Бога нас, или что, читая гимны. Я же каждый день, фактически, да, каждый день, в Келейна, однозначно, да и в Церковь, Общецерковно порой, Акафисты к Богородице читал, разным иконам ее. И мистическое богословие-то, Богородичное, оно, не знаю, это трудно объяснить, даже передать. Я имел опыт, ведь не только, как и другие многие православные, не только обращения к Богородице, но и ответов определенных, которые я связывал непосредственно вот с моим обращением к ней. Понимаете ли, ее материнская забота для меня была, ну, скажу, в моем христианстве важнейшим составляющим. Важнейшим составляющим. Потому что отцы, не только в семинаре, в семинаре это ерунда. Самое основное, это вот практика священническая, сама практика священническая. И духовники, вот эти вот, и мой духовный отец тогда, и вот эти старцы, эти всесоюзные, у которых тоже, я же не только на послушание, и на исповедь тоже приходил. И к тому же на ум, и на исповедь приходил постоянно. Вот как бы это, для меня это было святое, понимаете ли. Наставляли, что вот да, Мария, ее материнская забота, она матерь всем нам насчетом, и прочее, прочее. Я верил в это, серьезно. Если кто-то, может, не верил из священников, я не знаю, Бог ему судья, но я верил в это все. И вот когда вот это разуверивание произошло, а разуверение произошло через Писание, Писание вернулось в мою жизнь. И вот это, когда меня спрашивают, как ты дошел до жизни такой, как стал реформатором, я говорю, если вот, ну, вкратце сказать, одним словом Библия, можно сказать. Двумя словами, Слово Божье. Вот так можно объяснить. Потому что, знаете, со мной не вели там идеологические какие-то беседы, там, значит, там, оппоненты какие-то. Я не вел дискуссии абсолютно, я не люблю никогда так вот вступать в какие-то такие премии. Вот, Писание пришло в мою жизнь. А вернулось оно, конечно, да. Кстати, протестанты сыграли здесь свою роль определенную. Я прочитал книгу одну, проповеди Эрла Штегина, вот я говорил, да. Людмила Плетт, время начав суду с Дома Божьего. И вот вся трилогия этого автора, этой женщины. Это проповеди Эрла Штегина, немецкого проповедника в Южной Африке. Простые проповеди, они меня развернули назад в Библии. Дали вот эту тоску по Слову Божьему, дали вот эту жажду, знаете ли, по-настоящему. По-настоящему. И по совести говоря, вот, не Марии, никто, вот, если глубоко копнуть в христианство, никто не способен вот реально дать основание нам. Вот, но я в этом убедился, по крайней мере. Я не мог опереться на Марию, как на, вот, фундамент. Вот Иисус, да, Иисус, да, но никто другой. Вот, вот, и для меня это была трансформация такой. И стал я историческую историю пересматривать, то, что нам все говорили, то, что я сам читал много. Стал пересматривать через Писание, переписывать для себя историю через Писание. И все совершенно в другой колокольник посмотрел, с Божьей, как бы, как бы Бог оценил эту всю ситуацию. Не как моя конфессия оценивает, не как другие церкви оценивают, а как Бог бы оценил. И я ахнул просто. И, да, расскажу. Представляете, значит, Мемнон Эфесский выступление, оно сохранилось до наших дней. Рекомендую. На английском языке есть полное издание, как раз бесцензурное издание. Греческое оно я не читал, я греческим не владею так настолько, чтобы читать тексты, вот, тем более, такие сложные. Но, знаете, те, кто читал хорошо греческий текст, утверждают, что он цензурный, много что там не публикуется. Я не знаю, не берусь судить. Но английские издания бесцензурные издания. Выступления Мемнона Эфесского протоколы велись полностью, со слов было записано в его выступлении. Кстати, на русском языке все-таки я оговорюсь, все-таки издание было одно. Одно издание было в конце 19-го столетия, цензурное, но было издание. Но это было подписное издание. На сегодняшний день, насколько я знаю, 5 или 6 экземпляров всего лишь сохранилось от этой книги. Одна из этих книг хранится в библиотеке Ленина, насколько я знаю. Речайшие экземпляры сохранились до наших дней. Больше никаких изданий не было вообще. Потому что, да и то, издание конца 19-го столетия, знаете, что сделало? Сделало то, что десятки священников петроградских, петербургских, петроградских, отказались от своих верований впоследствии. Вот что сделало издание подписное конца 19-го столетия. Десятки священников, по крайней мере в 1905-1906 годах, 32 петроградских священников подписались по таким письмам, меморандуму о необходимости реформ. И толчком как раз послужило пересчитывание, они узнали буквально, как рождалось их заблуждение, их лжеучение. Вот, вот что сделало тогда. Да, друзья, поэтому если сейчас издать на русском языке вот эти выступления, я думаю, что, ну, добрая половина священнослужителей, украинских, русских, просто разуверится в своей вере. И слава Богу, потому что нужно иметь веру Божью, не свою веру, не какую-то религиозную, православную, протестантскую, какую-то еще. Божью веру надо иметь. А Божья вера, Божьего Слова рождается, подобное рождает подобное. Все, здесь очень просто. Человеческое Слово рождает человеческую веру, больное Слово рождает больную веру. Вот, Божье Слово рождает Божью веру. И, друзья, 22 июня было решено, решено, единогласно, а, Мемно, эфесский, я ж не сказал. Слушайте, его выступление шокировало меня вообще. Знаете как, его главный аргумент, его выступление был такой, что, мол, не, мол, не спроста, где вот именно в Эфессе собирается этот собор. Там, настощимый, там, прочий собор. Потому что Эфесс издревле был известен своим культом Преснодевы и Богородицы Артемиды Эфесской. И вот, мол, наши предки, греки, да, они, как у евреев, были пророки, которые пророчествовали, а у нас, мол, язычники тоже не лыком шиты, а у нас предугадывали, и такое вот выражение есть интересное, как бы то прорекали, а у нас предугадывали настоящую Богородицу. И поклоняясь Артемиде, сами того не ведая, они имели, как бы, в виду, все-таки, настоящую Богородицу, которой есть Мария, Мария, простая еврейская женщина, но родившая спасителя всему миру. Вот, значит, как бы, и, потому что весь это, и потом, это выступление митрополита на Вселенском соборе, которое было принято единогласно, что да, это так оно и есть. Хо! И потом термин греческий, вот этот, предрекание и предугадывание стало очень популярным в богословской литературе после этого. То есть, он открыл ящик Пандоры, некоторый богословский такой, в этом отношении. Вот, и выпустил такого джинна из кувшина. Вот, мало ли что там предугадывает, мало ли что получается, что... Под это можно что угодно списать вообще, что угодно оправдать можно. Так вот, и было принято решение, по тем временам революционное решение. Христианам не просто позволялось, а рекомендовалось, настоятельно рекомендовалось отныне обращаться к Марии, как к Царице Небесной, как к Богородице, как к Присто-Деве. То есть, все те термины, которые относились раньше к Артемиде, а все культы Богородицы известные, еще в книге «Золотой осел», Апулей, в метаморфозах своих знаменитых, вот эти античные, вот эти вот, эллинист, автор, эллинист. Он писал еще, это не христианские совершенно, конечно же, автор, но он писал еще по поводу Изиды, по поводу всех этих Богородиц, тогдашних известных, Кибелы, там матери... В Скандинавии называли ее Дизой, там этруски, Верга-Патитура, там еще как-то... Там их много было, столько наименований, десятки наименований. Даже впоследствии нашли у китайцев подобное же горование, древних китайцев, Шингму, знаменитая, матерь богов, значит, которая родила, как бы... И, кстати, изображение Шингму в каком-то 17-м или 18-м столетии, забыл я, ну, давно уже, католические миссионеры привезли из Китая изображения эти в Рим и выдавали их за древние изображения Марии. Даже легенда родила, что, мол, якобы Мария путешествовала каким-то мистическим таким образом в Китай и древним китайцам благовествовала, просто не забыли, слышали звон, да не знаю, где он, как бы, но изображение Марии сохранилось в таком китайском, таком стиле. Вот, потому что она тоже была с младенецом, значит, и тоже кормящая мама, ой, и все, значит, это было в 17-м или 18-м, где-то так вот на стыке. Но уже в 19-м веке однозначно это было разоблачено, этот аферизм был разоблачен. Почему? Потому что было доказано, что эти шинку, эти изображения были сделаны за тысячу лет до нашей эры, когда Марии в помине еще и не было вообще даже, представляете? А ведь их выдавали за ранние древние изображения, чтобы еще протестантам тыкали в морды, смотрите, вот это древние изображения, а вы что говорите? Вы что, Бога не боитесь? Представляете, значит, вот и дальше больше, кстати, многие даже изображения, катакомбные изображения выдают за ранее христианские. Там даже с большой натяжкой нельзя назвать их ранными и христианскими вообще, но это отдельная тема вообще. Тема религиозного аферизма это очень большая тема на самом деле. Вот, значит, потому что даже вот в Москве, когда издавалась книга, называлась она, интересно, тогда в начале 90-х, о религиозном и политическом мифотворчестве. Как вот создается миф, допустим, политический, как создается миф религиозный, там на разных примерах брали как раз из Сергея Сергеевича Аверинцева, академика российского тогдашнего, я упоминал его уже сегодня, его исследования по поводу Николая Угодника, допустим, других некоторых культов. Как создавался культ, как вот брались разные эпизоды из разных рассказов и создавался один образ такого супергероя такого, которому бы люди без ропота поклонялись бы, которого призывали бы. Очень удобный культ такой создавался, значит, супергероя такого религиозного. Как, допустим, из Ленина создали Лениниану, допустим, да, значит, и... Это отдельная история тоже. Ну, сегодня это очень популярная тема, как можно создавать имидж, политика, допустим, да, когда из негодяй можно сделать супергероя, а и наоборот, из супергероя негодяя. Вот. Сегодня век информационных войн. Оно уже, информационная война ведется уже 5779 лет. Эта война ведется, начиная с того самого сада, где не в нашу пользу была война. Ладно. И, казалось бы, они проголосовали, приняли решение, шокирующее. Я обращаю ваше внимание, самостоятельно, в отличие от первых соборов, двух, и наперекор всему регламенту, не был... Они, во-первых, не подождали никого, прибыв, собрались сами, тут же. Не ждали ни дня от никого. Более того, не было заслушано даже мнение, зачитанное, допустим, мнение какое-то другое, как было принято по регламенту, обязательно, другое мнение. Были спикеры только лишь одного мнения. Все. Через несколько дней, это было 22 июня, 24-25 июня прибывают другие делегаты. То есть, буквально через несколько дней. И 26, значит, делегаты прибыв, это антиохийцы, с антиохийского патриархата во главе с патриархом Иоанном Антиохийским. Иерусалимский патриарх прибывает со своей школы богословия. Представители вселенского патриархата прибывают. Папа Римский не смог быть, состояние здоровья его было, были его легаты, были его представители. Они прибыли все 24-25 июня. То есть, буквально сразу после вот этого сборища, названного впоследствии вселенским. Вот, это ужасно. Значит, даже с большой натяжкой нельзя назвать это вселенским собором. Однако же до сих пор это называют традиционные церкви православные, католические, называют это вселенским собором. Куром на смех, просто-напросто. Так вот, и прибывшие делегаты просто шокированы подобным заявлением, решением, абсурдным совершенно, с потолка взятым. Протестуют. Но несмотря на протесты, патриарх Кирилл, этот африканский, отказывается не то, чтобы даже пересматривать, даже выслушивать делегатов. Он лишь в ультимативной форме требует, чтобы люди ознакомились, прибывшие, и подписались. Все. Никакого, не то что пересмотра, даже выслушивания других, он отказался от дебатов. Все. К 26 числу прибыли все патриархи. И 26 числа, июня, да, собрался новый собор, по сути. О нем ничего не известно, фактически, потому что все участники этого собора были репрессированы, фактически. Ну, кто-то был просто снят с должности занимаемой, кто-то был арестован, в ссылку отправлен, по-разному. Кого-то просто чаще всего, да, чаще всего просто была ссылка. Вот. И участники этого собора, хотя некоторые впоследствии подписали все-таки решение 22 июня. Так вот, на соборе 26 июня африканцы отказались присутствовать, пришло лишь несколько человек, и тот лишь как соглядатый. Просто они не говорили слова, хотя им предлагалось высказать это вслух, мнение, которое было сказано 22 июня. Они отказались, просто были зачитаны их бумаги. А те люди, пришедшие африканцы, немногие, они просто лишь были наблюдателями. Все. Они отказывались признавать это собором. Но это был действительно собор, потому что были разные мнения высказаны, каким образом. Мнение 22 июня зачитывалось, потом рассуждалось. Были спикеры вот эти вот, ну, Иерусалим, Константинополь, Рим, Антиохия. И, да, Антиохийский. Председателем собора 26 июня назначили самого старшего епископа, старца уже тогда, преклонного возраста человека. Это был Иоанн Антиохийский. Так вот, собор, рассуждая, тоже разные мнения высказывались, но однозначно все решения 22 июня были объявлены либо на пересмотр, а чаще всего анафема, анафема, анафема был написан. Один из спикеров этого собора 26 июня, это был представитель Вселенского Патриархата Протасинкил Анастасий. Его называли Новым Златоустом тогда. Вот, и ему доверили как раз генеральное слово говорить, значит, перед закрытием этого собора. Он не был патриархом, но ему Вселенский Патриарх доверил как раз заключительное слово. Анастасий выразил следующее мнение, с которым согласились участники собора, что даже если ангел придет, как говорят вот африканцы, и иное благовестие, которое 22 июня было провозглашено, заявит, будет анафема. И даже если бы апостолы встали бы из могил, говорит, и, значит, там есть такой очень красивый он говорил, и заявили бы иное Евангелие, нежели то, что они уже благовествовали, то и им будет анафема. А наипаче собору 22 июня, и Кириллу, и же с ним анафема, и Мемнону, эфесскому анафема. И собор провозглашил эти анафемы. И заявили, антиохийцы были на коне, во главе. Иерусалимляне были так 50 на 50, кто-то одобрял, кто-то не одобрял. Антиохийцы однозначно были против этих всех решений. И было заявлено, что христиане, которые молятся, одобряют и молятся кому-то еще помимо Господа, они под анафемой. Они под анафемой. Молиться только лишь Богу, все, только лишь Господу. Что 400 лет уже христианство существует, и менять ничего не надо. Дамы и господа, дальше было следующее. Решение собора 22 июня и решение собора 26 июня отправили в столицу. На стол к императору. Который взял на себя дерзость, смелость решать, чье же мнение будет отныне католическим, вселенским, всеобщим. Решение было уже заранее известно, потому что был сговор Кирилла, почему он так себя хамски нагло вел, был сговор его с самим императором. Мы это знаем почему еще. Потому что за государственный счет, деньги очень много что показывают, реально. Больше, чем даже слова. Значит, и так вот, поэтому это вернее всего. Знаете ли, за государственные деньги, бюджетные деньги, тысячи монахов на кораблях были переправлены в столицу. Размещены в гостиницах там. И они устроили факельное шествие, всю ночь скандируя, Пресвятая Богородица, молись о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. И жители столицы были шокированы. Представьте, тысячи оборванцев ходят по улицам с факелами всю ночь и скандируют часами, Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, молись о нас. Люди были шокированы этим факильным шествием. И самое было страшное под утро, когда все эти факильные шествия с разных улиц сошлись в одно огромное многотысячное собрание перед дворцом. Монахи скандировали, Пресвятая Богородица, спаси нас. То есть было создано, по сути, и при том они все прибыли не сами. Это все было на государственных деньгах и проживаниях. Так вот, и под утро император выходит к этой толпе, кричащей, которая его приветствует, и официально объявляет, что после рассуждения и прочее, он принял решение, как глава церкви, что решение 22 июня является католическим, всеобщим, вселенским, обязательным для всех христиан подданных. Монахи ликовали, жители столицы недоумевали, у нас вера как-то все теперь по-другому будет верование, потому что столичные жители не были готовы к этим переменам, но монахи уже были наготове. Дальше было следующее. Все участники 26 июня собора так или иначе пострадали. Ну, по крайней мере, либо были вынуждены впоследствии подписать решение 22 июня и сохранили за собой места церковные, как бы и карьеру свою сохранили, и жизнь. А те, кто отказался, включая патриархов, были репрессированы. Чаще всего репрессированы каким образом? Сосланы в Африку, в Египет, именно в Уазис-Нибис. Тысячи священнослужителей, антиохийская школа богословия полностью была репрессирована. То есть, она перестала вообще существовать. Официально. То есть, ее не стало вообще, как таковой. Иерусалимская сохранилась частично. Александрийская задала тон всему Восточному. Не только Востоку, а впоследствии и христианству всему. Но на Западе все равно еще как бы так чурались насчет африканцев. Но со временем, через столетия, даже через два столетия точнее, вот эта идеология, она пришла и на Запад. Но тогда, в те времена, на Востоке, Александрийцы стали, по сути, управляющими. На места, представьте, тысячи священнослужителей разных, начиная с патриархов, заканчивая простыми священниками. Были, особенно столичные, константинопольские, были сняты с занимаемых должностей. Либо, как простые люди, отныне лишены сана, служения запрещены. А чаще всего, в Аковы и в Оазис Нибис, на Каменоломне. То есть, на верную смерть. Вот, значит, патриарх Константинопольский, столичный, несторий. Ну, я не хочу быть его адвокатом, у него своих там тараканов хватало, но, и своих заблуждений. Но, при всем, как бы, уважении, неуважении к его личности, но, очень сильно, его финал жизни был очень сильным. Очень сильным. Может быть, при жизни он делал много ошибок разных, в том числе и вероучительных, но серьезных. Но, финал его жизни был замечательным. Потому, что, представьте, когда ему предоставили решение, заявили Вселенскому Патриарху подписать решение 22 июня, он наотрез отказался. Ему по-хорошему предлагали, потом по-плохому. Его арестовали. Человек уже не молодой. Пошел, как простой раб, в Каменоломне. Представьте. Он был здоровый, физически крепкий, хотя уже не молодой, но крепкий физически. Он продержался лет 11 там прожил, в Каменоломнях. Да, лет, ну, больше 10 точно лет прожил точно. И каждый год, обратите ваше внимание, каждый год от императора к нему, как к Патриарху, примывала делегация. Простой раб, казалось бы, на Каменоломне, но предлагалось подписать этот документ. И в случае подписания обещалась ему свобода и восстановление должности. Его дворец в столице, он был чуть поменьше, чем дворец императора. Роскошь. Живи, как у Христа, за пазухой. На старости лет тебе. Что надо тебе, старик, да? Или как простой раб в Каменоломне, в Африке. Это тебе непросто, значит, да? В ГУЛАГе сгинешь. И к чести этого патриарха он каждый год отказ давал. Каждый год, до самой смерти своей. Так и умер простым рабом в Каменоломне. А вместе с ним умерли десятки священнослужителей. Включая того самого спикера, но о нем вообще неизвестно ничего больше, Анастасия и прочих. Умерли там. На их места патриархов, епископов, священников были поставлены невежественные, неграмотные монахи из Африки. Мистики. Начался такой бардак, что, если я сейчас буду все рассказывать, многим даже покажется, что это невозможно вообще. Это невероятно. Но это было. Даже интересный факт. Ровно через 20 лет, в 451 году, назрела необходимость создания созыва нового собора. Настолько все вот эти лжеучения захлестнули, особенно Восток. Запад не так сильно пострадал в то время, потому что Папа Римский все-таки в то время держался такого нейтралитета. Он вроде император говорил, да-да, но на Западе, к чести тогда, западной церкви, сохранялось больше или меньше все-таки христианское учение в то время. Значит, я имею в виду Пятое столетие. И дело в том, что даже монашество как таковое было неизвестно там на Западе. Я вот вспоминал, допустим, Четвертого столетия Иероним, допустим, да, Блаженный. Но он опять-таки, он римлянин был, да, римский гражданин, но он того старого Рима, но он прожил всю жизнь монашескую там на Востоке, по сути. Он потом уже приехал уже через много лет в Рим, как бы шокировал римлян, как бы. Но богословие монашеское в то время не приживалось на Западе. Запад, он как бы не воспринимал это как христианство собственного такое. Вот, но на Востоке вот это все прижилось и расцвело сорняки эти буйным, таким бурным цветом. Так, хорошо, друзья, будем завершать, но хочется все-таки хэппиэн. Знаете, мне нравится, как Билли Грэм говорил. Я прочитал Библию до конца, говорит. Я знаю, в конце все будет хорошо. Он говорил интересные слова, да. И историю христианства, конечно, да, Иисус, Он говорил много всякого плохого о Своем Царстве, что будет и то, и все, и пятое, и десятое, но в конце всегда Он утверждал победу. Что врата ада не одолеют и больше того не устоят перед Церковью Божьей. Победа за Господом, и несмотря на то, что там сорняки, всегда в его притчах есть, может не всегда, но часто такой финал, будет пересмотр, будет отделение, будет просев, да. И негодное будет выброшено, но годное, хорошее будет в закромах у Господа Бога. И, знаете, да, история нас учит, и как в Откровении говорится, и о Церкви как о невесте, и как о блуднице, но блудница, сама вот эта система, цезарь-папийская, папа-цезарийская, смешание религии и политики, все это будет пострамлено однажды. И очень жестоко пострамлено. При том, для пострамления, я так понимаю, из Писаний будет использована сама же религиозно-политическая система. Сами же политики, которые опираются на религию, они же и пострамят. То есть через них же и все это произойдет. Думаю, увертюры к этому, к этой развязке такой драматичной, сто лет недавности события служат уроком очень-очень хорошим в Российской империи тогдашней бывшей. Вот и будет только в еще большем масштабе, общем таком вселенском, планетарном масштабе, нечто подобное произойдет, я думаю, предпришествием Христа. Страшное, конечно, но с другой стороны нужное. Потому что в последние дни должно действительно быть вот это разделение хорошее, божье, между служащим Бога и неслужащим Бога. Между теми, кто действительно служил Богу или вот дурака валяет. Действительно, на самом-то деле, христианство это не просто идеология, не просто там какие-то ереси или что, это сам Христос, его тело. И как его тело воскресло тогда в третий день, я верю, что в начале вот этого третьего тысячелетия совершится чудо воскресения Церкви Божьей. У меня есть откровение об этом, я живу этим, молюсь и тружусь ради того. И вас благоставляю, друзья, братья и сестры, во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призовит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю тебя Господь, Боже, за жизнь, благодарю тебя Господь за то, что ты созидаешь свою Церковь и врата ада не устоят перед ней. Благодарю тебя за этот третий храм, который есть тело Мащеха, живое тело, храм Бога Живаго. Слава тебе Господь за то, что живыми камнями ты созидаешь этот новый храм, который на сегодняшний день уже превзошел гораздо больше славой своей все то, что знало человечество прежде. Благодарю тебя за эпоху благодати твоей Господь. За это время удивительное, потому что закон дан через Моисея, но при всем уважении к нему благодать и истина только через Иисуса Христа пришли в нашу жизнь, на нашу истрадавшуюся землю, всем народам и племенам Господь. Иисус Христос, ты подлинно есть свет к просвещению всех народов, и ты подлинно слава народу своего Израиля. Благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое. Твоя святая кровь омывает нас от всякого греха. Господь, твоя святая кровь сегодня очищает, омывает всякого грешника. Боже Святой, благодарю тебя за Духа Святаго. Благодарю тебя Господь за эту эру Духа Святаго на нашей земле. Благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое в собрании святых. Боже, то, что из истории мы узнавали, многие эти ужасные факты, они тебя не шокируют. Ты знаешь, что лукавое сердце человека и крайне испорчено, и весь мир возле лежит, но ты, Господь Божий, в этом Божьем хаосе, казалось бы, в этом мраке, ты зажег свой свет, который никакая тьма не может погасить. Никакая тьма, потому что ты свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Ты действительно свет, и в тебе нет никакой тьмы. Спасибо тебе, Господь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святого Духа со всеми нами. Аминь, 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 да, братья, сестры, я поспешу сейчас.